Вечерний РБК с Евгением Шаститко А что именно будем разбирать, я расскажу в небольшом анонсе Пакет законов о Конституционном суде, о Федеральной службе безопасности, о Внешней службе разведки, о безопасности и о прокуратуре Все это поправки, которые нужно принять по новой Конституции Как это повлияет на государственное устройство, мы обсудим с экспертами А в конце программы с коллегами с канала РБК сделаем телемост Вы сможете дозвониться и поговорить с нами на эту тему сразу в двух эфирах Я напомню, все контакты номер студии 730-101, код Москвы 495 Телефон ватсапа тот же самый, 903-797-6333 Звоните, пишите, на самом деле интересует ваше мнение, его всегда интересно читать Часть из них я буду читать во время первой части нашей программы, а остальное припасу на телемост И вторая тема, мы поговорим о науке Тюменские ученые нашли универсальный природный антибиотик Бактерии теряют устойчивость к лекарственным препаратам Что происходит сейчас? Бактерии, наоборот, привыкают к антибиотикам И постепенно все прошлые поколения перестают действовать Это приводит к коллективному иммунитету от лекарственных препаратов Проще говоря, чем больше антибиотиков все принимают при любой болезни, тем хуже всему человечеству Вот эта разработка наших врачей может все кардинально изменить Что они нашли, мы обсудим это с экспертом-иммунологом во второй части программы А пока я предлагаю приступить к нашей политической теме Итак, как я вам уже рассказывал, Владимир Путин выступил в Совете Федерации Это его первое за долгое время обращение вживую О чем он говорил коротко Бедность остается одной из самых болезненных проблем для российского общества Если вы забыли Из-за пандемии проблема эта обострилась Расходы на то, чтобы воплотить послание Федеральному собранию Вырастут на 80% до триллиона двухсот миллиардов рублей Я напомню, что на эти деньги планируют поднять выплаты семьям с детьми и увеличить маткапитал Уже в следующем году, кстати, до 616 тысяч рублей Немного зловещая цифра И другую социалку поднять Введение налога на сверхдоходы Путин назвал оправданным шагом Я напомню, что эти деньги направят на лечение детских заболеваний и их исследования И говоря о поправках к институции, президент подчеркнул усиление роли парламента в управлении государством Там немало касалось поправка, за которую мы голосовали Или за которую мы не голосовали Или против которых мы голосовали Парламент и усиление его роли как верхней, так и нижней палаты Но политологи отмечают в выступлении Путина еще такой посыл Это вот стат Россия остается президентской республикой То есть он напомнил, кто в доме хозяин И на этом фоне Путин накануне внес в Думу пакет законов Закрепляющих новые полномочия Софида Которые, по идее, должны расширить возможности верхней палаты Вот я их уже озвучивал Вот это бесконечное перечисление о том, о сём, об этом и другом Совет Федерации рассмотрит их и примет до конца ноября Я сейчас попытаюсь вам суть основную передать Какие новые полномочия Софида появятся Что теперь может делать сенатор, что он не может делать Но перед этим я бы хотел у вас спросить А вы вообще знаете, чем занимаются сенаторы от ваших регионов? Знаете ли вы их имена? Почему их выбрали сенаторами от ваших областей, краев и так далее? Напишите, я напомню, телефон ватсапа Это 903-797-6333 Пишите туда свои сообщения И телефон нашей студии 730-101 Код Москвы 495 Потому что, на самом деле, я вам сам признаюсь От Волгоградской, например, области Сенаторы меняются довольно часто Вот я помню двух предыдущих Знаю, кто теперь, например, заседает в парламенте О Верхней Палате А второго я вообще не помню Я даже не смотрел, кто он такой, что он делает И почему он должен быть важен в моей жизни Или в вашей жизни Давайте поразмышляем на эту тему И я напомню, что к этой теме мы вернемся во второй половине В конце программы, во время телемоста А после небольшой паузы я вам расскажу Какие новые полномочия у Сената и у правительства, кстати, тоже появились Вечерний РБК с Евгением Шаститко Мы вновь вернулись Я напомню, что до ухода на небольшую паузу Мы обсуждали расширение полномочий Совета Федерации И я спросил у вас Знаете ли вы вообще, кто представляет ваши регионы В Совете Федерации Чем эти люди прославились в ваших краях, областях Почему именно их выдвинули Влияют ли они на вашу жизнь Пишите по телефону ватсапа 903-797-6333 И звоните нам в студию 730-101 Код Москвы 495 Вы уже немного тут Начинаете в ватсапе писать сообщения Ну, они преимущественно, конечно, негативны Чем занимаются сенаторы? Известно, чем осваивают бюджет Ну, ребят, ну что вы так пессимистично сразу к этой теме относитесь? Не обязательно Они также могут ваши интересы защищать Просто вы об этом, например, не знаете А я думал, что сенаторы это только в Америке Ну, формально это члены Совета Федерации у нас называется, да? Или члены Верхней Палаты Но сокращенно это также можно назвать сенатом Итак, я напомню, что накануне Владимир Путин внес ряд поправок Которые расширяют полномочия Совета Федерации Итак, что он сможет теперь делать? Он станет консультативным органом для президента Глава государства должен совещаться с сенатом По поводу кандидатур на должности руководителей силовых ведомств Глав Минобороны, МВД, Минюста, МЧС Также МИД и служба внешней разведки Сейчас Совет Федерации никакого участия в назначении министров не принимает Силовиков президент означает по представлению премьера А в региональных прокуроров, например, по представлению генпрокурора По согласованию с властями субъекта Какую роль рекомендации Совет Федерации будет играть в новых условиях, покажет время Но формально это именно рекомендации То есть сенаторы не могут заблокировать какое-либо назначение президента Непосредственно воздействие Совет Федерации сможет сказать на судейский корпус Какое? Я вам расскажу после того, как мы примем звонок Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Александр Очень привет Я знаю одного из сенаторов Это врач из детской больницы, главный врач, бывший главный врач Из области, где самая высокая детская смертность Из области, где вторая смертность в России от раковых онкологических заболеваний Так что выводы делайте сами Какой человек представляет область Совета Федерации? Спасибо Спасибо вам за ваш звонок Я напомню, что телефон нашей студии 730-101, код Москвы 495 Телефон ватсапа 903-797-6333 Звоните, пишите, ваше мнение очень интересно Итак, я начал говорить о том, как Совет Федерации будет влиять на суды Непосредственно Совет Федерации как раз может сказать влияние на судебский корпус После принятия законопроектов Сенат сможет прекращать полномочия судей Конституционного и Верховного, Конституционного и Апелляционного суда Но опять не по своей инициативе А по представлению президента Сейчас право прекращения полномочий судей Конституционного суда Также принадлежит Совет Федерации Но сделать это можно по представлению самого КС При этом представления должны одобрить две трети действующих судей Лишить полномочий всех других судей Может только судейское сообщество в лице высшей квалификационной коллегии судей Считалось, что это одна из гарантий независимости судебной ветви власти Итак, у нас... Да, я предлагаю эту тему начать обсуждать также с экспертом Я потом вернусь к всем полномочиям Совета Федерации, которые он вновь получил А пока что мы пообщаемся с деканом факультета права высшей школы экономики Членом общественной палаты Владимиром Александровичем Виноградовым Владимир Александрович, здравствуйте Владимир Александрович А, прошу прощения, спасибо, что поправили Смотрите, должность сенатора во всей этой конфигурации, она стала более привлекательной? Ну, смотря... С какой точки зрения посмотреть? С точки зрения обычного законодателя, работы станет в Сенате больше В Совете Федерации, безусловно Если это является таким привлекательным, то, да, наверное, более привлекательным Ну, работать больше никто особо не любит Оно с точки зрения привилегированности этого положения По сути, ничего не меняется, но возможностей у Совета Федерации становится больше, так я понимаю? Совет Федерации, безусловно, становится органом, который участвует теперь уже в формировании правительства Раньше такого не было А, ну, с точки зрения организации власти, ключевым моментом, безусловно, является то, кто участвует в формировании исполнительной власти И в этом плане, да, статус Верхней Палаты, безусловно, становится более таким насыщенным А само уже указание на то, что член Совета Федерации по поправкам Конституции еще имеет второе название Сенат Ну, тоже указывает на такое привилегированное положение, да Как вы считаете, почему президент отдает часть своих полномочий? Часть Госдумы, часть, ну, скажем так, немного разгрузилась, так сказать, работа правительства в каком-то отношении Часть Совета Федерации Я бы говорил о том, что взаимоотношения ветвей власти становятся более такими усложненными То есть осуществление отдельных полномочий увязывается с целой сетью дополнительных согласий, согласительных процедур То есть становится более таким насыщенным, опять же, могу сказать Что вы имеете в виду насыщенным? Ну, имеется в виду следующее, что, например, формирование правительства было по предыдущей версии Конституции довольно простым Президент представлял кандидатуру представителя правительства Как только она утверждалась, дальше, собственно, взаимодействие по остальному формированию правительства Это были отношения между главой государства и вновь назначенным главой правительства Сейчас вся эта процедура становится более сложной В ней участвует гораздо в большем объеме Государственная Дума, утверждая кандидатуру отдельных министров Добавляется новый участник, Совет Федерации, который утверждает И с ним проводятся соответствующие консультации о назначении силового блока правительства То есть в этом смысле все процедуры становятся более такими сложными В этих процедурах участвует еще больше таких игроков Как вы считаете, вот это разделение силового блока и несилового блока То, что силовой блок остается за президентом, но он согласует его с Советом Федерации А Госдума выбирает несиловых министров Это для чего сделано? Опять же, просто чтобы распределить полномочия? Или у этого есть еще какая-то причина? Вы знаете, эти блоки и в предыдущей версии, в действующей пока версии Закона о правительстве уже было То есть всегда выделялся блок, которым непосредственно руководит президент Это и как раз был тот силовой блок, куда входил министр иностранных дел, МЧС И обороны, ну и другие министры Собственно, то, что сейчас этот блок отдельно формируется от остальной части правительства На мой взгляд, логично продолжает ту же линию выделения этого блока Из состава правительства То есть в этом принимает участие Совет Федерации Который и так частично, в общем-то, занимался этими вопросами Почему? Потому что назначение министра МЧС Коррелируется с такими полномочиями Совета Федерации Как введение чрезвычайного положения Введение военного положения и так далее Назначение этих министров, оно логично Именно Совет Федерации Спасибо, спасибо, я напомню, что с нами был Вадим Александрович Виноградов Декан факультета права высшей школы экономики, член общественной палаты А я также напомню номер нашего ватсапа 903-797-633-33 И номер студии 730-101, код Москвы-495 Я спрашивал у вас, знаете ли вы, кто представляет ваши регионы в Совете Федерации Что это за люди, как они влияют на вашу жизнь Пишите, звоните И также я напоминаю, что к этой теме мы вернемся в конце программы Во время нашего телемоста с каналом РБК Итак, еще одна интересная поправка, которая затрагивает Совет Федерации Президент сможет обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке Конституционности федерального закона после его принятия Госдумой И одобрением Совета Федерации Но до вступления этого закона в силу То есть как это работает сейчас Например, Госдума и Сенат одобрили закон Совет Федерации Президент против, накладывает вето Госдума и Совет Федерации могут его преодолеть Если две трети членов обеих палат будут за закон Теперь президент может пойти на новый раунд оспаривания И попросить Конституционный суд проверить законопроект На соответствие как раз Конституции Если тот ему противоречит, закон не может быть принят А я напомню, что Совет Федерации снимает Конституционному судью По представлению президента Кстати, Андрей Клишис, председатель С Комитета Совета Федерации По Конституционному законодательству Заявил, что число Судей КС Сократится до 11 Судите сами Какие можно из этого выводы сделать Сам Конституционный суд с новыми законами Получает возможность блокировать На территории России решения Принятые на основе международных договоров и соглашений Но это вот как раз та самая Довольно бурно обсуждаемая поправка О доминировании российского права над международным Конечно, отдельно стоит поговорить о правительстве Владимир Владимирович также внес в Госдуму законопроект о Кабмине Что из него следует? Президент назначает заместителей премьера и министров Неселового блока после их утверждения Госдумой По представлению председателя правительства Мы этот вопрос уже немного затронули с Вадимом Александровичем То есть премьер-министр Предлагает депутатам нижней палаты Кандидатуры министров неселового блока И своих заместителей Госдума их утверждает И президент уже формально их назначает Пока что, да, ну, по действующим еще По действующим еще нормам закона Все правительство назначало президент По предложению премьер-министра Но глава государства мог Никого не назначать Теперь же президент, по крайней мере, формально Вообще исключается из процесса отбора И утверждения вице-премьеров и министров Члены правительства вправе подать в отставку Которая принимается или отклоняется президентом А премьера можно отправить в отставку Без распуска правительства Но это довольно удобная, на самом деле, поправка Вспомните, что было, когда Правительство Медведева подало в отставку Все СМИ писали о том, что в кулуарах Творится полная неразбериха Ничего не понятно И новый Кабмин собирался В некоторой такой суматохе и спешке Итак, я также опять вновь напомню Что я спрашивал у вас Кто представляет Знаете ли вы, кто представляет вас Сайте Федерации Кто эти люди Звоните и пишите Телефон студии 730-101 Код Москвы 495 Телефон ватсапа 903-797-6333 Я пока немного почитаю О сообщении, которое вы уже написали Роль премьера становится кукольной Можно будет менять хоть каждый квартал Пишет Станислав из Пятигорска А сейчас она не кукольная, как вы считаете? Ну просто размышляйте на эту тему Любопытно Добрый вечер Например, бывший сенатор от Новгородской области Находился в международном розыске В 2012-м я работал в администрации Новгородской области Рядовым сотрудником Все сам видел И так далее Долгое сообщение Извините, не буду полностью его зачитывать Илья пишет нам Ну, вспомнить сенатора Арашукова Это тоже можно Хотя, если зайдетесь банально в Википедию И посмотрите, кто может быть представитель региона Совета Федерации То там отдельно галочка поставлена Человек с безупречной репутацией Безупречной Сложно говорить Единственный достойный человек в Совете Мархаев Вячеслав Михайлович Сам орган Нерепрезентативный Видимо, пишут как раз Такие жители Какого-то региона Которого Вячеслав Михайлович и представляет Ну, это здорово Что вы, с одной стороны, знаете С другой стороны Оценивать Вся работа своего представителя И очень даже неплохо Члены Верхней Палаты Ой, ну что так грубо Не надо Не надо так грубо писать Мы и так Можем догадаться В этом более какой-то Аккуратной формулировке О вашем мнении Лично мое мнение Сенаторы должны выбираться В тех регионах Которые они представляют А сейчас в Сенате сидят люди Которые представляют регион В котором они не были разу Не разу Александр из Москвы пишет Совет Федерации бесполезный орган За все время его существования Не было ни одного Нет Сто процентов Одобрено Ну да, на самом деле Совет Федерации может Активно витировать Элины законопроект В том числе спорные Которые вызывают Бурю негодования в обществе Но редко этим пользуются Почему? Ну вот Пишут как раз следующее мнение Слушателя Потому что он марионеточный Может так Может нет Давайте размышлять вместе Я напомню Что телефон Ватсапа 903-797-6333 Звоните Пишите точнее А звоните вы по другому номеру 730-101 Код Москвы 495 Очень интересно Ваше мнение В этом отношении Посмотрел на сайте Совфеда Кто представляет Пензенскую область Люди мне незнакомые Непонятно кто Чем занимается Написано Что Мельниченко Председатель Комитета Совета Федерации По федеративному устройству Региональной политике Местному самоуправлению И делам севера Почему он занимается Делами севера Когда Пензенская область Поволжье Отмечает один Из наших служителей Напомню Пожалуйста Пишите ваши имена Региона Из этого сообщения Можно догадаться Из какого региона Оно написано Но тем не менее Также В суд Обращаться Теперь смысла Вообще не будет Независимый суд Остался в телешоу Окончательно Ну Был ли он Независимый до этого Тут тоже как бы Такой вопрос Которым Можно Подискутировать Активно Я вновь напомню Наши телефоны 730-101 Код Москвы 495 Телефон Ватсапа 903-797-63-33 Какую тему Мы обсуждаем Тему По сути Реформирование Всего государства После конституционной реформы То что мы теперь Переживаем После принятия Всех поправок Сейчас как раз Подаются Все необходимые Законопроекты Для того чтобы Уже официально Оформить Конституционные поправки И для тех Кто только что К нам присоединился Я напомню Что накануне Владимир Путин Внес ряд законопроектов Которые Укрепляют Полномочия Расширяют Полномочия Совета Федерации И В том числе Теперь Это консультативный Орган Который Помогает Владимиру Владимировичу Ну или другому Президенту Который будет избран В следующий раз Назначать Министров силового блока Но в то же время Это все-таки Консультативный Орган То есть Его рекомендацию Можно принять Можно не принять Это уже зависит От воли Президента И в то же время Президент Если мы говорим Опять же о Сафеде Получает Полномочия По своему представительству Он направляет Его Что прости Он направляет Его В Совет Федерации И тот решает Снимать или не снимать Того или иного Судья Сразу Нескольких Уровней И это довольно Конечно Интересный тоже Момент Олег из Сочи Пишет Софет Это сборище Почетных пенсионеров Они ничего не решают Просто отлично живут За счет бюджета Я своего сенатора Не знаю И не хочу даже Гуглить Кто это Пишет Олег из Сочи К этой теме Мы вернемся Попозже В конце нашей программы Когда у нас будет телемост Я напомню Что спрашивал вас Знаете ли вы Кто ваши сенаторы Что они делают Чем занимаются Почему их вообще Выбрали Представить ваш регион Пишите в ватсап 903-797-6333 И звоните Ваше мнение прозвучит В двух эфирах Во время телемоста 730-101 Код Москвы 495 Вечерний РБК С Евгением Шаститко Мы вновь в эфире Снова здравствуйте Уважаемые радиослушатели В первой части нашей программы Мы обсуждали Последствия Конституционной реформы И голосования По поправкам в Конституцию Мы уже Ощущаем прямо сейчас Владимир Путин Накануне внес Свои поправки Уже законы Непосредственно Чтобы мы меняли Под новую конституцию И в частности Там речь идет О правительстве То есть теперь Правительство Назначается По большей части Госдумой Не силовой блок По крайней мере Премьер-министр Может уходить В отставку Без распуска Всего правительства Как у нас было Это раньше А также Укрепляется Совет Федерации У него появляются Большие полномочия Вы в ватсапе Верно шутили На тему того Что по сути Это же пенсионерский Пансионат какой-то Просто отправляются Люди встречать Спокойную старость Ничего Этот Совет Федерации Не делает И вот Во время разговора С Вадимом Виноградовым Деканом В Куте Это право Выше школы экономики Мы как раз Пришли к выводу Тому что Работы теперь будет Больше Станет ли от этого Кресло сенаторами Непривлекательным Это конечно вопрос Но посмотрим Посмотрим Я спрашивал У вас Такой вопрос Вы знаете Кто представляет Ваши регионы В Верхней Палате Парламента Что это за люди Почему их назначили И какой Эффект От их работы Вы испытываете Почему я Вновь его повторяю Мы обязательно Вернемся к этой теме Во время телемоста И вы можете Также дозвониться К нам в студию По телефону 730-101 Кот Москва 495 Рассказать в эфире Двух В двух эфирах Рассказать свое мнение Оно безусловно Я думаю Будет интересным И телефон Ватсапа 903-797-6333 Пишите туда Свои сообщения Я их также Зачитаю Часть из них Во время телемоста И я их Уже потихоньку Откладываю Такие знаете Самые интересные Поэтому оставайтесь До конца Эфира И я их И я их Озвучу Вы их услышите А пока Я предлагаю Перейти Немного к другой Теме Поговорить О науке Вечерний РБК В России Большая часть Большая часть Болезней Болезней Которые Мы можем Заразить Друг Друг Это Бактерии Грибы Смотрите В чем Сегодня Проблема Одна из Основных Задач Фармакологии В поиске Природных Бактерии Тем От этого Хуже Всему Человечеству Коронавируса Можно Сколько угодно Сомневаться В ее Эффективности И так далее Но по крайней мере Правительство Утверждает Что да Мы первые Мы лучшие И так далее А теперь Вероятно Открыли Революционный Природный Антибиотик Наш биомет Селен Получается Мы можем Как вы считаете Телефон Ватсапа 903 797 6333 А телефон Студии 730 101 Код Москвы 495 Пока что Мы эту тему Обсудим С Романом Сергеевичем Козловым Это член Корреспондента РАН Ректор Смоленского Медицинского Университета Роман Сергеевич Здравствуйте Здравствуйте Как вы считаете Вот это Открытие Оно Действительно Какое-то Прорывное Или же Это просто Очередной шажок Очередная попытка Найти Действительно Устойчивый К антибиотикам Субстракт Нет На самом деле Это действительно Одна из Значимых Попыток Найти Антимикробный Препарат Который Будет Обладать Активностью В отношении Проблемных Возбудителей Возбудителей Обладающие Множественной Истойчивостью К антимикробным Препаратам То есть Мы Действительно Говорим О каком-то Революционном Прорыве Который Может Изменить Фармакологию В целом Как это Отразится В дальнейшем Нет Мы говорим Об одной Из Значимых Попыток Но не говорим О какой-то Суперреволюции Мы должны Очень хорошо Понимать Что Любой Новый Имеющийся Препарат Который Обладает Активностью В отношении Микроорганизмов К нему Независимо От нашего Желания Независимо От особенностей Использования Устойчивость Возникать Будет Всегда Не бывает Антибиотиков В котором Не возникала Устойчивость Бактерий Другое Дело Что Подобные Работы Имеют Принципиально Важные Значения Потому что Открывают Новые Перспективы Использования Приопределенных Микроорганизмов А вот скажите В других Странах Подобные Исследования Наверняка Так же Велись Каким Успехом Там Приходит Ну Такие исследования Ведутся Многочисленными Группами Причем Не только Этой Очень важной Группой Которая Представляет НИИ По изысканию Новых Антибиотиков Имени Гауза И Московский Государственный Университет Москве Таких Групп очень Много Которые Разнимаются В различных Странах Поиском Новых Соединений Но нужно Очень хорошо Помнить Что Время От Нахождения Субстанции Обладающей Активностью В отношении Микроорганизмов До появления Лекарственного Препарата В практике Очень большое Насколько Большое Я не эксперт Как и многие Наверняка Слушатели Сколько это Времени Занимает Это годы Да В среднем При существующей Системе Регистрации В среднем Создание Нового Препарата Занимает От 8 До 10 Лет Роман Сергеевич Очень интересно Скажите Насколько Остра Проблема Устачивости К антибиотикам Ну Это одна Из самых Актуальных Проблем в современном мире Причем Она затрагивает Не только Медицину Многими Она рассматривается Как угрозу Национальной безопасности Есть очень известная работа Которая говорит О том Экспертная Что в современных Условиях В мире Примерно 700 тысяч Человек В год Умирает От инфекции Вызвана Устойчивой К антибиотикам Бактерий Если ничего Не делать К 2050 Году Эта цифра Может достигнуть 10 миллионов Что больше Чем Будет умирать От онкологических Заболеваний 8,2 миллиона Так что это одна из самых Актуальных проблем Современности Еще раз повторюсь Не только медицины Это довольно Жутко звучит Те цифры Которые вы озвучиваете Но почему тогда Об этом Не так-то много И говорят Это Знаете Такое ощущение Что это проблема На уровне Глобального потепления Вроде как Очень опасно Но в то же время Не особо-то люди Видимо и верят Во все это Как вы считаете Ну не позволю Позволю с вами Не согласиться Более того Что об этим Активно занимается Миноза в России Самое главное Занимается правительство Российской Федерации Еще в 2017 году Появился очень важный документ Который называется Стратегия предупреждения Распространения Антимикробной резистентности В Российской Федерации На периоды 2030 года Никоим образом Не лукавлям Можно сказать Что это один Из лучших документов Который написан Где определены Все шаги Которые должно Государство В лице Органов Исполнительной Законодательной Власти Сделать Для того Чтобы эта проблема По крайней мере Была Решалась В различной степени Успеха Если нам удастся Резывать Даже процентов На 75 То подобного Армагеддона Который предсказывает Еще раз повторюсь Эксперты Не наступят А чтобы вот Мы тоже оценили Эту стратегию Не могли бы вы Озвучить Что в ней Предлагается Хотя бы Вы абсолютно Право Начав с того Что Непосредственным образом Первая Часть стратегии Касается Как раз таки Информирования Населения и общества О проблеме Резистентности К антимикробным препаратам Это действительно Очень важный аспект Я благодарен В том числе Вашей радиостанции За интерес к этой теме Потому что Это действительно Важнейший Еще раз повторюсь Важнейший аспект Дальше Там непосредственным образом Есть Варианты Такие То есть Повышение уровня Подготовки специалистов То есть Создание новой профессии Которая будет заниматься Направлена Условно говоря Выявлением возбудителей И решением Проблемы устойчивости Совершенствование мероприятий По предупреждению Ограничению От распространения Микробов С устойчивостью К антибиотикам Обеспечение Системного наблюдения За Собственно говоря Такими Микроорганизмами Изучение механизмов Дальше Вот о чем Мы говорим сегодня Разработка новых Антимикробных препаратов Альтернативных методов Технологий Средств Прохилактики Диагностики И лечения Потом Шестой пункт Мера По осуществлению Контроля За оборотом Противомикробных препаратов Седьмой Международное Межведомственное Взаимодействие Вот Семь основных Пунктов Вкратце Смотрите Роман Сергеевич Вот Большая проблема Насколько я понимаю Это также Появление Супервируса Да То есть Бактерии У которой будет Высокая резистентность Ко всем Существующим Антибиотикам И насколько я понимаю Уже такие вот Единичные случаи Чего-то близкого К этому Фиксируются Что появится раньше Бактерия С максимальной Резистентностью К имеющимся У нас антибиотикам Или же Новые-новые-новые Поколения Генерации И мы будем Идти в этом отношении На опережение болезней Ну необходимо Очень четко понимать Что конечно термин Супербактерия Или супербактерия Термин который был В целом Придуман для удобства Коллег Он характеризует Как вы совершенно Правильно сказали Микроорганизм С высокой уровней Устойчивости К различным Антимикробным препаратам Такие штаммы Появляются Фактически ежедневно Поэтому Изучением Занимаемся В том числе Направленно Мы в Смоленске Как федеральный центр Мониторинга Резистентности К антимикробным препаратам Из здравы России И ряд других Наших коллег Такованные микробы Появляются Но самое главное Что нужно помнить Что в целом Катастрофа Пока не наступает То есть У нас в арсенале Есть антимикробные препараты Которые в виде комбинации То есть Несколько препаратов Либо в виде Более высокой дозы Позволяют справиться Непосредственным образом С большинством Подобных бактерий Самое главное В современных условиях И быстро выявлять И не допускать Распространения В данном случае Если мы говорим Российской Федерации По территории Российской Федерации А это Целый комплекс мер Которые как раз таки Описывает Вышеуказанная стратегия Про выявление Вот вы еще Очень интересно отметили Часто же Я так понимаю Бывает что Иногда неизвестно Какой там Геном Если я правильно Если я ошибаюсь Поправьте меня Именно уже обладает Резистентностью И циркулирует В той или иной стране Есть же такая ситуация Да? Нет На самом деле Современные технологии Которые пришли В микробиологию В том числе О которой мы сегодня говорим Позволяют В течение очень короткого времени Полностью расшифровать геном То есть Полностью расшифровать Структуру Которая кодирует И степень Вируленности То есть степень Способность микроба Вызывать заболевания А также устойчивость К антимикробным препаратам Такие технологии есть Если они и в Российской Федерации То есть Здесь вопрос заключается в том Что любые технологии Должны быть направлены В целом На здоровье И сбережение Нашего населения Поэтому Вот эти вот технологии Вкупе с классическими Технологиями Позволяют нам Выявлять Определять Что за микроб вызывает Определять Не только Устойчивый он Неустойчив А степень устойчивости Ну условно говоря Слабо устойчив К антимикробным препаратам Сильно устойчив И так далее И позволяет Как следствие Выбрать Наиболее рациональную Тактику Использования антибиотиков Технологии такие В России есть И мы этим активно занимаемся Роман Сергеевич Еще один такой вопрос Уже от слушателя Спрашивают Чем плохие бактериофаги Как альтернатива Антибиотикам Артур из Казани пишет Ну необходимо Сказать о том Что бактериофаги Потенциально имеют Перспективу использования Но не как альтернатива Как дополнение Альтернативы Антибиотикам Нужно понимать Не будет Потому что Не приведи Господь Как говорится Не будет эффективных Антибиотиков Эффективного лечения Инфекции не будет Никогда Бактериофаги В целом Вещь перспективная Разработки идутся Они пока еще ранние И так далее Проблема с бактериофагами Такая же в целом Как с антибиотиками Бывают Микроорганизмы Устойчивые К бактериофагам Кроме того Есть там Особенности Производства Бактериофагов В идеале Бактериофаг Должен создаваться На конкретный микроб Выделен у конкретного пациента Так называемый Персонализированный подход Вот в этом Есть тоже Определенные сложности Благодарит вас Артур из Казани За этот подробный ответ Роман Сергеевич Последний вопрос Как вы считаете Сколько у нас Есть Времени До того Как грубо говоря Все антибиотики Перестанут быть эффективными Какая это перспектива? Я абсолютно Я не только надеюсь Я абсолютно уверен в том Что такой ситуации Не наступит никогда Но это совершенно Не означает Что нам нужно Успокоиться Нам нужно Делать все Чтобы рационально Использовать антибиотики А нашему населению Прежде всего Нужно Не покупать антибиотики В аптеках без рецепта Если каждый И четко выполняет Собственно говоря Назначение врача Если мы будем следовать Этим простым правилам Такой ситуации Не наступит никогда Спасибо большое Роман Сергеевич Козлов Был с нами на связи Член корреспондента Ректора Смоленского Медицинского Университета Я также напомню Что спрашивал У вас Верите ли в нашу Медицину Нашу науку Пишут Открыли лазер Вышли в космос Послана Гагарина Так вообще поехали Пробили окно в Европу Что нам какие-то микробы Иван из Москвы Нужно не антибиотики Новые изобретать И резистенции К ним снижать А искать способы Улучшения иммунитета Синтеза белка Я конечно не имею Учен степеней Но знаю кое-что Что знали Так же тысячи лет назад Строители пирамид В Гизе Тоже интересное мнение После небольшой рекламы Мы вернемся И будет у нас Телемос РБК Да, начинается наш традиционный Телемос с телеканалом РБК На связи со мной Элина Тихонова Здравствуй, Элина Привет, Жень Вот если говорить Про грядущие изменения В Совете Федерации Именно Что слушатели Серебряного Дождя В принципе знают Сейчас про работу Верхней Палаты Парламента Российского И многих ли сенаторов Могут вспомнить Поработали Знаешь, немного Такой сегодня книга Жалоб Потому что каждый писал Имя своего сенатора И говорил Я не знаю, кто этот человек И вообще Он не достоин того Чтобы быть сенатором Я, кстати, сейчас напомню Коротко, что Вы можете позвонить В эфир 730-101 Кот Москвы-495 И высказать свое мнение А я пока зачитаю То, что нам писали На сайте и в WhatsApp Центральный вопрос Кто назначает сенаторов Очевидно же Что если один человек Назначает их И консультируется с ними Будет рассеивание ответственности Пишет Вениамин В России сложилась Практически феодальная Форма управления При которой Дума и Софет Декоративные органы Власти Еще мнение Сенаторы Чем они занимаются Осваивают бюджет Деньги налогоплательщиков Совет Федерации Это сборище Почетных пенсионеров Они ничего не решают Просто отлично Живут за счет бюджета У нас есть звонок Предлагаю его принять И послушать мнение У нас есть звонок А нет К сожалению Сорвался звонок Есть у нас все-таки звонок Здравствуйте Я вас слышу Очень приятно Алло Да Добрый вечер Да Здравствуйте Скажите Что вы думаете По поводу Совета Федерации По поводу Совета Федерации Вы знаете Мы тут Сидим с другом И думаем Что Как это получается Что просто Числощадно Включился Телевизор Там идет бегущая строка Что какие-то переменные Произошли Почему Может быть Президент не вышел Рассказал бы нам О том Что он сделал Например Прямо А мы Выслушаем Симот Ваше радио И Очень Тяжело внедряться Приглашать Каких-то людей Они что-то рассказывают Ну Как бы Очень тяжело Это все Сферизуется Возможно Возможно Почитающую парочку Сообщений Из Нижнего Новгорода Представляет нас Бывший музыкант Любе Построивший Огромный особняк Спсаргии В центре Нижнего Перегородивший Набережную Обход закона Грустная история В Российской Федерации Сенатор Суть Обычные Обычные Парфанаторы В общем Грустное Грустное мнение По поводу наших Представителей Верхней Палаты Парламента Что у вас? Ну Хотя бы знают Кто представляет Их регион Совет Федерации Слушатели Серебряного Дождя Уже вперед Предложенные Президентом Изменения Нынешние Вот в работе Софеда Мы попросили прокомментировать Политолога Александра Конькова Расширение Полномочий В высшем В высшем Нормативном акте Страны В Конституции Это уже Колоссальный Аванс И Дальше Зависит Того Как сама Палата Будет пользоваться Этими Полномочиями Какие люди В ней будут Работать Что они Будут делать С точки зрения Вот этих Политических Усилий Которые Сейчас Предпринимаются Мы видим Что Собственно говоря Сейчас предстоят И определенные Новые законы Там и по Госсовету И по Совету Безопасности Да Собственно говоря Совет Федерации Тоже как Верхняя Палата Российского Парламента Это в этом плане Как бы Наверное Тоже ожидает Какая-то Реновация Но Загадывать Пока рано Полномочия Сами по себе Они достаточно Серьезные Но опять-таки Многое Зависит Здесь еще От Законов Которые Будут приниматься Для этих Полномочий Потому что Пока что В большей степени Вот эти все Новые полномочия Заложенные В Конституцию Они носят Отсылочный характер Спасибо за это Включение Закончился Наш традиционный Мост С телеканалом РБК У вас Вновь Взбудоражила Тема Совета Федерации Много новых сообщений Пришло У нас совсем Немного времени Остается Но я их все-таки Зачитаю В случае С Советом Федерации Никем практически Никогда не обращается Внимание на Один Поистине Шокирующий Момент Аспект Этого политического Института Это верхняя палата Российского парламента По состоянию На 20-й год Не избирается Населением На всенародных выборах Никем Другое мнение Нашего сенатора Ловили с кокаином И проститутками В Москве Не сняли Сына его В госкорпорацию Пристроили Хорошие все люди Нужные Интересное мнение Интересные сенаторы Что самое главное Я напомню Что это была программа Вечерняя РБК На Серебряном дожде Сегодня С вами был Евгений Шаститко Мы обсуждали Две Довольно Интересные темы Это Конституционная реформа К чему она привела Как это отразится На Совете Федерации На Верхней Палате Парламента Как это отразится На правительстве На том Как оно работает Его структуре И конечно Мы поговорили О находке Тюменских ученых Они обнаружили Напомню Устойчивый К антибиотикам Бактерию И это действительно Может быть Передовым открытием Которое Серьезно продвинет Как нашу науку Так и Вообще всю медицину Которая Ищет новые И новые Способы Решения Проблемы Резистентности Антибиотиков И возможно Это и есть Такой ключик Увидимся Услышимся С вами Завтра Также Под серебряным Дождем Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok